Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как не бросать начатое и доводить дело до конца? Я с Англией Ником, у меня 6 проектов, каждый день один кажется привлекательным другого, а в каком-то я разочаровываюсь, в итоге ничего не делаю и постоянно переключаюсь. Смотрите, здесь история, я бы сказал, несколько аспектно. Во-первых, вызывает вопрос то, почему у вас сразу 6 проектов. Вы хватаетесь за все подряд, ну более-менее подходящее под ваши интересы. Вы не отдаете себе отчет в том, что каждый из этих проектов для вас значит. И вы не отдаете себе отчет в чем именно вы разочаровываетесь. Более того, на мой взгляд, вы даже не отдаете себе отчет, по моему скромному мнению, в том, что стоит за вашей целью. Доход, возможность работать, где вы хотите. Что за этим всем стоит. Да, выглядит так, как будто бы вы спешите. Выглядит так, как будто бы вы торопитесь и хотите побыстрее добраться до цели, которую себе поставят. Но, понимаете, ни один из проектов, которым вы занимаетесь, не приведет вас к этой цели, скорее всего, в ближайшем будущем. Ну, то есть, вот, в ближайший месяц вы не достигнете ни одной из двух целей, которые озвучили. И так получается, что человек не может чем-то заниматься без мотивации. Вот, когда вы берете новый проект, вам кажется, ну вот, сейчас еще немножко, еще чуть-чуть, и он выстрелит. Выстрелит, и я смогу сразу достичь своих целей. Потом вы понимаете, что проект не выстреливает, или выстреливает, но не так, как вам того хотелось бы. И, естественно, наступает разочарование, потому что вы видите, что к цели ближе вы не становитесь. Поэтому совершенно очевидно, что нужна другая мотивация. Либо нужна некая фиксированность того, как вы к этой цели идете. Я понимаю, что здесь мы говорим о такой деликатной и болезненной истории, как времени. Вам, вероятно, хочется, чтобы это случилось быстрее. Вам, вероятно, хочется, чтобы оно было как можно быстрее. Но от того, что вы хотите, чтобы это было быстрее, то, что вы хотите, быстрее не произойдет. Поэтому очень важно здесь соблюсти баланс. Я думаю, что помимо того, что вы хотите достичь своей цели как можно быстрее, присутствует еще и психоэмоциональный аспект этих самых целей. То есть, какие-то некоторые эмоциональные переживания, связанные с тем, почему и чем для вас так важно добиться своей цели. То есть, куда вы, собственно говоря, торопитесь. Почему вы торопитесь. И так далее. И нет. Речь не идет о том, что... Обязательно. Причины для спешки... Нет. Причины для спешки могут быть. Дело здесь немножечко в другом. Дело в том, что помимо наличия причин для спешки, есть, как я сказал, психоэмоциональная история. И вот именно эта психоэмоциональная история, то есть, такое вот эмоциональное, скажем так, наполнение того, что представляет для вас интерес, является чертовски важной, как мне кажется, штукой. И если ваши эмоции по этому вопросу не выражаются, если ваши эмоции по данному вопросу не проявляются, что если вы не проживаете свои чувства, связанные как раз с этой целью, которую вы описываете, то, конечно же, возникают серьезные проблемы. Поэтому лично я думаю, что вы сталкиваетесь с определенным своим конфликтом здесь. Мне кажется, что вы сталкиваетесь с этим конфликтом. Но что это за конфликт? Какой это конфликт? Вот это нужно исследовать. Это нужно разобрать. Потому что пока, понятное дело, не ясно совершенно, совершенно пока не ясно, о каком конфликте идет речь. Что этот конфликт из себя представляет. Я думаю, что именно на него вы в общем и целом отвлекаетесь. И это мешает вам заниматься проектами в том, скажем так, ритме, который вас мог бы вполне устроить. Вот такая моя гипотеза. Естественно, я не берусь утверждать наверняка. Но в целом, мне кажется, что ситуация обстоит примерно так, как я ее описал. Да. Есть, есть, вполне возможно, есть и другие аспекты, почему вы, например, ну, отвлекаетесь, разочаровываетесь, переключаетесь и так далее. Вполне возможно, что другие аспекты тоже существуют. Эти аспекты могут быть связаны с целой россыпью ваших желаний, которые возникают в процессе взаимодействия с, скажем так, теми целями, которые вы себе ставите. То есть, занимаясь чем-то, что как будто бы имеет одну мотивацию, вы вполне возможно сталкиваетесь с тем, что чувствуете еще и другую какую-то мотивацию. но отвергаете ее как ненужную и бесполезную и пытаетесь себя в этом плане зажиматься. Ну, например, как насчет того, чтобы экспрессивно, полно выражать свои чувства относительно тех проектов, которыми вы занимаетесь. То есть, грубо говоря, если вы, например, чувствуете разочарование, чтобы кричать об этом, чтобы говорить об этом, чтобы проживать это. Если вы восхищаетесь чем-то, точно так же выражать и приговаривать эти аспекты. Делаете ли вы это? Большой, конечно же, вопрос. Лично мне кажется, что нет. Но я могу ошибаться. Наконец, последнее, о чем хочется сказать, это то, что человек, который прокрастинирует, как правило, но не всегда, боится неудач. Есть такое, что изначально человеку кажется, что он делает то, что, ну, вот, ему нужно, то, что он хочет, изначально кажется, что человек, вот, идет к своей цели. И вроде бы, это действительно так, на первый взгляд. Но потом выясняется, что человек может совершенно спокойно бояться того, к чему он стремится. То есть, он может бояться того успеха, который к нему способен прийти. Такое вот, к сожалению, бывает тоже. И наша задача заметить, увидеть, и рассмотреть, разобрять, если такое происходит. Потому что, как вы, я надеюсь, понимаете, когда мы говорим про неудачу, про неудачу возможную, мы говорим, конечно, о чем угодно, только не о, собственно, персональных желаниях. мы говорим о потребностях, амбициях других людей, которые находятся у вас в главе. Вот как-то, наверное, так. Я бы ответил вам на вопрос, который вы задаете. конечно, очень важно понимать, чего вы хотите. То есть, вот, например, ваше дополнение к вопросу в большей степени свидетельствует о том, что ваш запрос может быть связан с коучем. То есть, вам нужен коуч. Но, если вы хотите более глубже разобраться в себе и посмотреть, как то, что происходит, стало возможным, при том, что вы сангвини, я думаю, что вам нужна личная терапия, которая коучем не является и не предполагает обязательное достижение, скажем так, целей, которые вы ставите. Потому, что в процессе психотерапии приоритеты могут меняться. И, соответственно, ценности могут меняться и с ними, и с целями. То есть, сначала меняются ценности, потом меняются приоритеты, и потом меняются цели. Человек не всегда к этому готов. Вот, он может даже начать этому сопротивляться, поэтому психотерапия в этом смысле куда более такая вот тонкая работа, нежели чем коуч. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, что позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго.